В Славянском районе, как и по всей России, отмечается Единый день фольклора. Этот праздник способствует развитию и популяризации выдающегося фольклорного наследия. Он объединяет усилия всех, кто заинтересован в сохранении и продвижении фольклора. Особенно необходимо при общении к этому делу подрастающего поколения. «Живые традиции» – именно так было названо тематическое мероприятие, проведенное для славянской детворы сотрудниками городского дома культуры. Для школьников очень важно знать свои корни, любить все, что связано с традиционной народной культурой. Русские частушки, песни, танцы, поговорки, игры – со всем этим богатством детей нужно знакомить. Это и постарались сделать на праздничном мероприятии, в котором участвовали и артисты группы «Радость». «Русская земля», «Раконов древний» «И ручья живой, прозрачный взгляд» «По блесу за тенем, выше неба» «Смолзны корабельные шумя» Для участников этой группы действительно большая радость выступать перед самыми разными аудиториями. Им есть, что предложить славянской детворе. Это здорово, что мы помним наши корни. И главное, что детям это очень нравится. Частушки, песни, прибаутки, история в игровой форме, загадки, даже игры те, в которые играли раньше мы, будучи детьми, все это возвращается. Это так замечательно». С удовольствием ребята отгадывали загадки. В их числе была и загадка про березу. Кто в белом сарафане стоит на поляне? Кстати, береза – это настоящий символ нашей страны. Под звуки известной народной песни «В опале береза стояла» Дети закружились в веселом хороводе. Очень интересно для них было принять участие в игре «У медведя в обору», а затем вместе со взрослыми артистами попробовать исполнить заводные частушки. Конечно, все это ребятам понравилось. «Мои впечатления очень положительные. Нам сегодня очень понравилось. Мы пели частушки, бегали от мишек, пели песни, водили хороводы. В общем, день прошел нас на ура. Все классно и очень весело. Мне сегодня все очень понравилось. Мне понравился праздник, который нам сегодня устроили. Понравилось то, что мы пели частушки, убегали от медведя и участвовали в группе поддержки». Школьники хорошо отдохнули и повеселились. А самое главное – они приобщились к неиссякаемому источнику творчества – русскому фольклорному наследию. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».